МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Руси это называли медовым хлебом, а рецепт повезли варяги около 9 века. Это была смесь ржаной муки с медом и ягодным соком. Причем мед тогда составлял половину всех ингредиентов. Позже, в 12-13 веках, стали добавлять пряности, так называемые заморские сухие духи. И мы уже получили окончательный вид хорошо известной нам сладости. Как вы уже догадались, речь идет о пряниках. Как выбрать качественный продукт и кто из пряничных производителей лучший? Об этом в программе Качество. Кто из детей не мечтал оказаться в пряничном домике из сказки братьев Гримм, Гензель и Гретель? Стены из шоколадного пряника, крыши из пирожных, окна из сахара. Там настоящая мечта любого сладкоежки. Даже хозяйка, злая ведьма, не охлаждала пыл. И ссорики еды до сих пор спорят, стали ли пряничные домики. И сами пряники так популярны благодаря этой сказке. Или же наоборот, они уже были в тренде, чем и воспользовались братья Гримм. Но все сходятся во мнении, что популярность глазированной сладости после выхода сказки выросла в разы. Так-так, кто это тут грызет мой домик? В прянике всегда пользовались особой народной любовью. Их делали для бедных и богатых, дарили родным и возлюбленным, пекли для свадеб и других праздников и даже раздавали нищим. Пряникам приписывали и лечебные свойства. Железо, кальций, натрий, магний. Например, имбирный пряник – это целая кладезь витаминов. Ну и, конечно, их готовили строго соблюдая рецептуру, что делают и сейчас. Мы замешиваем тесто на прянике цивильске. Идет загрузка сырья. В первую очередь мы, значит, загружаем воду. Потом мы загружаем сахар, сахарный песок. Кладем мед, который придает тесту аромат натурального меда. Также мы ложим какао-порошок, который придает тесту цвет и также аромат. Теперь мы его будем замешивать. Замешивается тесто минут 20. И в этом цехе это, пожалуй, единственный этап производства, который автоматизирован. Сами же пряники лепят вручную. Так получается вкуснее, считают пекари. Даже было время, когда мы купили машинку для начинок. С начинками люди, поработав на ней два дня, сказали, нет, я знаю, сам уберите, мы лучше будем работать вручную. У нас более вкусные пряники получаются и быстрее. Имбирные, яблочные, морковные с изюмом и маком. Если раньше выбор пряников не был так обширен, то сейчас можно попробовать более 30 видов. Пряники заменяют караваи и даже торты. Их можно украсить любой картиной, будь то главная достопримечательность города или портрет любимой актрисы. Для этого на производствах есть специальный пищевой принтер. Ежедневно на предприятии выпекается около 1200 килограмм пряников. Каждая из девушек-пекарей в смену производит 200 килограмм. На этом предприятии я десятый год уже работаю. Ну, работа нравится. Во-первых, мне нравится то, что людям нравится наша продукция. То, что мы выпускаем. И сам процесс тоже. По традиции мы сначала решили узнать мнение потребителей. В обычном магазине покупатели пробуют пять образцов пряников с начинкой. Название и производитель им неизвестен. Задача выбрать лучший. Три образца сделаны по ГОСТу, один ПТУ, а еще у одного не указаны регламенты производства. Первый образец пряник цивильского райпом Чуваше. Второй образец пряники компания-посиделки на Ленинградской области. Образец номер три. Пряник-производитель Зерница, Москва. Четвертый образец пряник Донской, компания Пряничный домик Киров. Образец номер пять. Пряники глазированные, производитель Умное решение, Брянск. Аромат детства. Именно так говорили многие покупатели, подходя к дегустационному столу. Кто-то ест пряники, запивая чаем, кто-то молоком. Но практически все любят это лакомство. А на что больше всего обращают внимание потребители при выборе пряника? Чаще всего обращаю внимание на свежесть. Я люблю пряники, напоминают детство, очень вкусные. Мама покупала всегда, теперь я покупаю детям, внукам. Мне пряники очень сильно нравятся. Если выбирать между конфетами и пряниками, нужно было то. И то, и другое. Первым делом я, конечно, сроку смотрю на упаковку, смотрю. Ну и, конечно, пальчиком так раз-раз. Мягкие-мягкие, свеженькие-несвеженькие. Сразу же развенчаем миф, что в эпоху изобилия пряники уже не пользуются такой популярностью, как раньше. Вы не поверите, но у дегустационного стола просто ажиотаж. Желающих выбрать качественный пряник было довольно много. Я все пряники попробовал. Мне понравился номер один. Он такой приятный. Ну и крупный по размерам. Вот второй номер, он какой-то суховатый. Третий тоже хороший. Ну, размер у него поменьше. Пряник мне понравился под номером один. Он более такой какой-то, ну, понежнее. Не такой сухой он. И как бы как в детстве. Пятый суховатый. Вот этот тоже сухой мне не понравился. Чересчур. Пряник номер пять. Он очень свежий, такой сочный. Начинка очень вкусная. Пряник номер четыре тоже мне нравится. Ну, можно, наверное, только за один голосовать. Так что для меня пряник номер пять первое. Четвертое, второе место. Ну, и тут три. Они все мне понравились. Свежие, очень вкусные. Я выбрал пряники под номером один. Они и по форме средненькие такие, ни большие, ни маленькие. Самое то. Вот остальные под номером два суховатые они очень. Вот под номером четыре тоже суховатые. Номер три, по-моему, какие-то они. Очень резкий вкус у них. Какой-то ароматизатор, что ли. Ну, в общем, под номером пять тоже вроде ничего. Но какой-то шоколадный вкус. Мне не нравятся такие витринки. Поэтому я выбрал номер один. Мне понравился первый номер. Так как он мягкий, воздушный, объем у него хороший. Ну, то есть, ну, два пряника вполне хватает, допустим, чтобы один раз шею попить. Ну, пятый номер тоже вроде ничего, конечно. Ну, внешний вид лучше, намного первый. Среди пряничных экспертов были и юные покупатели. Мне понравился под номером один пряник. Он очень вкусный. Мне кажется, что он натуральный. Мне пряник понравился под номером три. Чем понравился? Потому что у него, потому что мне кажется, что у него шоколадная начинка очень вкусная. Мне пряник понравился под номером один. Почему это? Потому что мне показалось, что он слишком вкусный. Мнение практически всех покупателей совпало. Почти единодушно лучшим пряником признали образец номер один. За него проголосовало 11 человек. Два жетона отдали за образец номер пять, один за пряник под номером три. И ни одного голоса не получили второй и четвертый образцы. Так решили покупатели. Но совпадет ли их выбор с мнением экспертов? Традиционно пряники делали с добавлением меда. Так тесто становится более рассыпчатым. Сегодня мед заменен сахарным сиропом и патокой. А обилием ароматов пряники обязаны ароматизаторам. Все это должно быть обозначено на этикетке. С вопросом, как определить качественный продукт, мы обратились к специалистам. Экспертная комиссия оценит образцы пряников по органолептическим показателям. Это вкус, запах, консистенция и внешний вид. Начинки, по-моему, вот начинка, слишком много в ней ароматизатора. И поэтому всему прянику придает такой рисковатый, не очень гармоничный вкус. Яркая упаковка не гарантирует качество продукта. Это понимают все. А вот целлофановая для пряников очень важна. Без нее лакомство быстро засыхает или наоборот питывает излишнюю влагу. Поэтому при выборе следует обратить внимание и на наличие такой упаковки, и на ее герметичность. Вот во вкусе, по-моему, ничего так вот сильно не выпирает. Нет никаких таких посторонних. Как вы считаете, приятный? На вкус как бы мне больше даже как бы понравились, чем вот третий. Как-то более они гармоничные. Форма пряников может быть любой. Круглый, прямоугольный, квадратный, фигурный. Это не имеет значения. Важнее обратить внимание на края пряника. У качественного продукта ровные, аккуратные края. Если же бока бесформенные, значит нарушена технология производства. Качественные пряники не значит хрупкие. Загляните в пакетик, там не должно быть слишком много отломанных кусков. Глазировка на прянике еще один показатель качества. Она должна быть равномерной, четкой. Если вы заметите, что кусочки глазури откалываются и рассыпаются, знайте, что это тоже признак нарушенной технологии приготовления лакомства. Посмотрите, какая ужасная глазурь. Все осыпавшиеся. Поверхность очень плохая. На этот раз мнение потребителей и экспертов совпало. Специалисты признали лучшим образец номер один – пряник цивильского райпо. Они традиционно всегда очень вкусные, очень хорошая начинка. Сейчас пряники с такой начинкой встречаются крайне редко. То есть там используется традиционное, еще с классических старых времен, повидло, подварочки фруктовые. И очень они ограничивают себя в применении ароматизаторов, что не скажешь обо всех остальных образцах. Подытожим. Как выбрать качественный пряник? Во-первых, внимательно изучайте маркировку и читайте состав. Лучше выбирать те продукты, где нет красителей, консервантов и ароматизаторов. Еще лучше, когда сахар заменен медом. Края к качеству продукта должны быть ровные, а упаковка герметичной. Но самое главное, он должен быть вкусный, чтобы есть его было одно удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова